всем привет друзья с вами сула и мы вновь находимся в спортивном комплексе апельсин одном из самых прогрессивных клубов по спорту где вы можете заняться кроссфитом можете заняться борьбой бразильской джиу-джитсу либо грэплингом либо заняться рукопашным боем муай тай и тому подобное привести свою форму привести свое тело в отличную форму предстоящей предстоящему пляжному сезону друзья сегодня я хотел бы с вами поговорить об одном из самых титулованных бойцов республики казахстан самого первого обладателя чемпионского пояса ван и все кстати говоря друзья а также единственного казахстанца кто обладает поясом чемпиона гран-при восьмерка по самой по одной из самых престижных версий мировых это я говорю о промоушене беркут и себе и я говорю об игоре свириде а друзья буквально я так скажу вам наверное уже какое-то время и болельщики и фанаты забыли этого бойца и очень даже напрасно друзья опять же повторюсь он первый кто завоевал пояс маны все все мы помним эти замечательные 15 секунд против атаидиса этот прекрасный тычок слева против после которого атаидис повалился с ног на пятую точку и а игорь его добил это игорь свири друзья львиное сердце конечно после этого у игоря были была череда неудач и я говорю о защите пояса с италием бигдашем думаю казахстанские болельщики те кто смотрел этот поединок а особенно в прямом эфире выпили не один литр валерьяны это можно понять потом был ужасный поединок с сантосом а далее был ямамото это вот полоса череда неудач черная полоса она чем прекрасно вот для меня тем что в принципе чернее уж и не будет дальше идет белая полоса дальше должна пойти полоса именно побед и совсем скоро 18 марта в сеуле пройдет турнир новый промоушен в котором наш игорь свирит встретиться с очень опытным бойцом из соединенных штатов америки по прозвищу филадельфийский парень и именно на этот поединок я очень сильно рассчитываю мне кажется игры этот поединок по зубам а но давайте посмотрим на статистику и посмотрим и узна познакомимся с этим парнем филадельфийским парнем что он из себя представляет кто он чего стоит опасаться на что нужно давить и какую стать стратегию какую тактику нужно выстроить чтобы одержать победу с этим соперником с очень сильным соперником все внимание на экран итак знакомьтесь джо рэй боец из сша ему 32 года рост чуть более 180 сантиметров вес 77 килограммов джо является базовым тайбоксером выступал не только в ммэй но ему этой хочу отметить у него хорошо поставленный удар с обеих рук замечательно работает локтями и коленями карьеру в ммэй начал в 2010 году и довольно неплохо я не просто так говорил про его ударную технику она действительно впечатляет давайте перейдем к статистике шердок из 12 побед 7 одержано нокаутами либо техническими нокаутами 4 сабмишина и одна победа решением судей также джо имеет пять поражений и все они были по решению судей цифры говорят сами за себя это очень опытный и сильный соперник последнее поражение ему нанес белорусский боец владимир котихин на турнире м1 челлендж 64 и было это более года назад это последний поединок джо в карьере то есть 19 февраля 2016 года никаких схваток в рамках ммэй им проведено не было на мой взгляд игорю свириду необходимо правильно подойти тактически к этому поединку его последний бой сына мото выявил ряд ошибок которые я надеюсь игорь исправил простой план на данный бой а это забирать концовку переводя противника в партер принесет победу в этом я уверен уровень грэплинга у джо явно ниже чем у игоря и в этом должно быть основное преимущество на самом деле данная стратегия сработала бы из и на мото но прошедшего не вернуть а ну что друзья это был небольшой краткий обзор предстоящего поединка 18 марта а сомневаюсь что его покажут на нашем казахском телевидении но я обязательно выложу как только найду ссылки на этот поединок в прямом эфире на наших страничках фейсбук наш боец . ки z либо на вконтакте тоже наш боец . ки z чтобы тоже могли посмотреть давайте будем держать кулаки за игоря давайте его материть а потому что это на мой взгляд один из самых сильнейших бойцов казахстана повторяюсь и самый титулованный боец на этом у нас все друзья обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх надеюсь вам понравилось занимайтесь спортом берегите себя с вами был сула всем пока арвидерчи и и